Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию обзор экономической статистики на новую неделю. 17 февраля в Японии опубликуют данные экономического роста за четвертый квартал 2019 года и показатели промышленного производства. Резервный банк Новой Зеландии представит ежемесячный отчет по инфляции. В Китае выйдет индекс цен на жилье и данные инвестиций. В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Rightmove. Бундесбанк представит ежемесячный анализ текущего и ожидаемого состояния экономики. В еврозоне станет известен объем производства в строительном секторе. Выступит представитель Европейского центробанка Philip Lane. В России выйдут данные промышленного производства. В Канаде обнародуют данные инвестиций в местные и иностранные ценные бумаги. В США отмечают День президента. Макроэкономическая статистика не публикуется. 18 февраля в Австралии выйдет протокол заседания Резервного банка, которое состоялось две недели назад. В еврозоне состоится заседание Совета министров финансов и экономики. В Швеции станет известен уровень безработицы. В Великобритании опубликуют уровень безработицы, количество заявок на пособие по безработице и изменение средней заработной платы. В Германии выйдут индекс настроений в деловой среде и индикатор оценки текущих экономических условий от института ZEV. Также во вторник в Еврозоне опубликуют индекс экономических настроений от Института ЗЭФ. В России станет известен индекс цен производителей. В Канаде выйдет объем производственных продаж. В США опубликуют показатель деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекс рыночной стоимости жилья и чистый объем покупок американских ценных бумаг местными и иностранными инвесторами. 19 февраля в Австралии опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов от Вестпак. В Японии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Австралии станет известен индекс заработной платы. В еврозоне состоится заседание ЕЦБ, напрямую не связанное с вопросами монетарной политики. В Швеции опубликуют индекс потребительских цен. В Великобритании выйдет индекс розничных цен, базовый и основной показатель потребительских цен и цен производителей. В США также опубликуют данные инфляции, в том числе базовый и основной индексы цен производителей и показатель розничных продаж Redbook. В Канаде станут известны показатели потребительской инфляции. Комитет по открытым рынкам ФРС США обнародует протокол заседания, состоявшегося две недели назад. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступит с речью. Американский институт нефти представит отчет по запасам сырья на прошлой неделе. 20 февраля в Новой Зеландии опубликуют индексы закупочных и отпускных цен производителей. В Японии станут известны данные инвестиций в японские и иностранные ценные бумаги. В Австралии выйдут данные полной и частичной занятости и уровень безработицы. Народный банк Китая обнародует решение по процентной ставке. В Германии опубликуют индекс потребительского доверия GFK и индекс цен производителей. В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Во Франции станут известны данные потребительской инфляции. В Великобритании опубликуют данные розничных продаж. В этот же день вице-президент Европейского центра банка Луис де Гиндес выступит с речью. Конфедерация британских промышленников опубликует изменение объема промышленных заказов. ЕЦБ представит сведения о своем последнем заседании по монетарной политике. В России станет известен уровень безработицы. В Канаде выйдет отчет по занятости ADP и показатель цен на жилье на первичном рынке. В США опубликуют количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. Управление энергетической информацией представит изменение запасов нефти и природного газа в США на прошлой неделе. 21 февраля в Австралии опубликуют индексы деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. В Японии выйдет индекс потребительских цен и показатель активности в производственном секторе. В Швейцарии выйдут данные промышленного производства. Во Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Также в пятницу в Еврозоне обнародуют окончательные данные потребительской инфляции за январь. О Великобритании – данные чистых заимстваний государственного сектора. Представители ЕЦБ Филипп Лейн выступят с речью. В Канаде опубликуют данные розничных продаж. В США выйдет объем продаж на рынке вторичного жилья, показатели деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Представители ФРС Лайл Брейнард выступят с речью. Компании Беккер Хьюз представит число активных нефтяных платформ США.